Всем привет! Сегодня говорим о новой процедуре регистрации на рабочую визу в Чехию. Но прежде чем я проинформирую вас об этой новости, хочу напомнить о проходящей нашей цели. Кто не в курсе, у нас цель набрать до конца года 7000 подписчиков. Для этого нужно выполнить всего-навсего 4 простых действия, которые видите сейчас на экране. Первое – это подписаться на наш канал. Кто это еще не сделал, подписывайтесь, пожалуйста. Кто уже подписался, ставьте уведомления, для того, чтобы не пропускать все наши будущие новые видео. Второе действие – это поставить лайк этому видео, всем предыдущим видео и всем новым видео, которые будут выходить. Также можете ставить лайки на комментариях, которые вам больше всего понравились и так далее. Третье действие – это написать комментарий. Любой комментарий, какой хотите, плюсик, минусик, можете какое-то пожелание, стишок, можете песню, что хотите. Ну, кроме матов, конечно, Ютуб их не пропускает. Четвертое – поделиться этим видео с вашими друзьями, с вашими родственниками в соцсетях, в фейсбуках, в телеграммах, в ленте, инстаграмах, в вайбере и так дальше, в чем хотите. Тем самым вы поможете своим друзьям, поможете своим родственникам, либо еще кому-то из знакомых, которых интересует вопрос жизни и работы в Чехии. Ну, так что, поможете нам с этой целью. Ну, а мы взамен вам гарантируем разносторонний контент о жизни и работе в Чехии. Поехали! С 20 октября 2020 года в Украине запускается новая процедура регистрации на краткосрочную трехмесячную рабочую визу в Чехию. Эта процедура будет вмещать в себе 7 шагов, к которым мы сейчас, собственно, переходим. Итак, шаг номер один. Определите цель поездки в Республику Чехии и соберите все необходимые документы. То есть, другими словами, вам нужен пакет документов от чешского работодателя. Будь то это посредник, агентура, либо напрямую чешский работодатель, у вас должен быть на руках готовый пакет. Шаг номер два. Проверьте соответствие с консульского округа. Консульские округа представительных и консульских учреждений Чешской Республики в Украине определены следующим образом. Консульский отдел консульства Чешской Республики в Киеве, к которому относятся, внимание, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская, Химсонская области, а также Севастополь и Автономная Республика Крым. Заявители, проживающие в данных областях, могут подать документы в визовый центр города Киев, Одесса, Харьков или Днепра. Генеральное консульство Чешской Республики во Львове, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновецкая области. Заявители, проживающие в данных областях, могут предоставить документы в визовый центр города Львов, Ивано-Франковск или Кургород. Шаг номер три. Совершите предварительную оплату сервисного сбора для регистрации в визовый центр с целью подачи документов в размере 12 евро, это примерно сейчас 400 гривен, следующим образом, только через отделение идея банка. При осуществлении оплаты необходимо указать актуальный номер вашего личного номера телефона, выбрать визовый центр, в котором будете подавать документы в соответствии с консульским округом вашей регистрации места жительства, то есть прописки. И после совершения оплаты вы получите квитанцию с уникальным кодом ПТН для регистрации в визовом центре. Что здесь, ребята, хочу добавить, оплата идет только через этот идея банк, не знаю почему именно через него, но я посмотрел на примере Харькова, где находится визовый центр, он находится по адресу академика Павлова, а отделение идея банка находится ближайшее на Героев Труда, то есть это две станции метро, то есть не близкий путь, поэтому нужно будет мотнуться туда и там уже после оплаты получить уже следующие инструкции. Ну и следующая новинка это новый предварительный визовый сбор в 12 евро, который оплачивался при подаче документов, теперь они берут заранее эти деньги. Для чего это сделано, честно, не могу вам сказать. Шаг номер 4. Совершите регистрацию в визовый центр. На следующий рабочий день после оплаты полученный банковский код ПТН будет активирован через систему регистрации. Я так понимаю, примерно через 24 часа. Статус банковского кода ПТН можно проверить по ссылке. Ссылочки на информацию я обязательно оставлю под видео, где вы будете ознакомливаться со всеми этими ссылками более подробно. Система регистрации вам назначит дату и время подачи документов в зависимости от наличия свободных мест. Тут еще тоже важно, чтобы эти места были свободными, но не ранее, чем через три дня. К примеру, если вы зарегистрировались 1 ноября, то дату вы получите через три дня, то есть 4 числа, если опять же будут свободные места. Обратите внимание, что операторы колл-центра и сотрудники визового центра не влияют на назначенные системой дату и время и не могут их корректировать или менять. Важно! Номер телефона, на который произведена оплата сервисного сбора, должен быть постоянно включен в сети. В противном случае оператор колл-центра не сможет дозвониться и подтвердить дату подачи документов. Поэтому, ребят, кто будет регистрироваться данным образом, телефон должен быть при вас и ни в коем случае не пропустить этот звонок, потому что потеряете драгоценных три дня. Следующий шаг номер 5. Когда автоматическая система регистрации с вами свяжется, она проинформирует о автоматически зарезервированной дате и времени подачи вами документов в визовый центр. Если предназначенная система дата вам подходит, пожалуйста, подтвердите ее в разговоре с системой. На основании вашего согласия система утвердит дату подачи в системе. Указанное время необходимо будет лично подать документы в визовый центр. Здесь, в принципе, все просто, но теперь самое главное. Шаг номер 6. Если предложенная дата на подачу документов не будет вас устраивать, оператор отклонит предложенную регистрацию. Следующая дата и время подачи документов будут автоматически выбраны системой не ранее, чем за три дня от первой предложенной даты и будет зависеть от наличия свободных мест. Шаг номер 7. После повторного звонка система проинформирует вас о второй автоматически зарезервированной дате и время подачи документов в визовый центр. В случае подтверждения вам даты и времени подачи документов регистрация будет подтверждена оператором в системе. В назначенное время вам необходимо лично обратиться в визовый центр для подачи документов. В случае вашего повторного отказа от предложенной даты и времени подачи документов, допустим, договор у вас уже не совпадает, даты не совпадают, ехать, например, на месяц нет смысла, то соответствующий код, который вы оплачивали, в банке будет деактивирован, а вам необходимо будет обратиться в визовый центр для возврата денежных средств. Если после оплаты с вами не связались в течение около трех дней, просим опять же посещать сайт VFS Global или проверить статус своей оплаты. Если статус кода является активным для регистрации, это значит, что дата еще не зарезервирована и необходимо ожидать изменения статуса. В случае, если дата уже зарезервирована, просим ожидать звонок оператора для подтверждения даты регистрации. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в колл-центр. Ссылочки на эту всю информацию, еще раз повторюсь, я обязательно оставляю под видео вот здесь. Переходим, читаем, изучаем более подробно, там есть телефоны, есть сайты, куда можно писать, куда можно звонить, с кем можно пообщаться. Также оставляю ссылки на Генеральное консульство Чешской республики и посольство Чешской республики в Киеве и во Львове. Эти ссылки тоже очень важны и за всей актуальной информацией следите именно там. Ну и самое интересное, это количество квот, которые предлагают по этой новой регистрации. Киев 160 мест в день, Харьков 40 мест в день, Днепр 60 мест в день, Одесса 40 мест в день. Ребят, что хочется вам сказать. Я хочу вам пожелать, конечно, набраться терпения, потому что эти новинки уже, наверное, заколебали всех. Но по-другому никак, нужно набраться сил, пробовать регистрироваться. Обязательно отписывайтесь в комментариях, у кого как происходила эта подача, у кого какие были вопросы, как эта система резервирует или там просто обычный робот с вами общается. Нажмите 1, 2, 3 и так далее. Это очень будет интересно и очень будет полезно для всех, кто подписан на наш канал. Вот такая вот важная информация, которую я хотел с вами поделиться. Надеюсь, эта информация была полезной для вас, поэтому ставим ваши лайки. И не забудьте выполнить те 4 действия, которые я рассказывал в начале видео. Всем удачи в новой регистрации. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok